МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Девушку же эту решил испытать он в ответах. Так ли она мудра, как он слыхал о ней? Послал к ней маленький пучок льна и сказал, «Слышал я, что эта девица хочет стать моей женой. Если она так мудра, пусть из этого льна сделает мне сорочку, платок и другую одежду. И все это за то время, пока я буду мыться в бане». Однако, получив от князя этот пучок льна, Ферронья не растерялась. Отправила ему маленький обрубок поленца со словами, «Пусть он, пока я буду чесать этот пучок льна, сделает из этого поленца ткацкий станок». Так жена или не жена? Которая, Белагея? Люблю тебя сейчас? В игре ее конный не словит, В беде не срабеет, Спасет, Коня на скаку остановит, В горящую избу войдет. Да-да, если нужно, то войдет и в горящую избу. Правда, этой барышне была уготована совсем другая судьба. И горящая изба здесь совсем ни при чем. Дело в том, что двоюродный брат ее матери, Альфред Филиппович фон Вакана, уехал в Россию, где принял русское подданство. Здесь один за другим в его семье родились шестеро детей, ее троюродных сестер и братьев. И вот в этот момент дядина жена уехала из Самары в Вену. Самарский пивной король был в отчаянии. Как быть? Что делать? Ведь для ведения хозяйства нужна была надежная женская рука. В поисках помощи он обратился к своей племяннице. Так, в мае 1901 года в доме фон Вакана появилась молодая немка, получившая временный паспорт. В нем говорилось следующее. Мария Боредер. 24 лет, росту высокого, глаза серо-голубые, по вероисповеданию католичка, по семейному положению девица. Мария Боредер была записана в документах экономкой фон Вакана. Молодая и энергичная, она бесстрашно взвалила на себя дом и семью. А вскоре между нею и Альфредом Филипповичем возникло взаимное глубокое чувство, скрывать которое от посторонних становилось все труднее и труднее. Они и не пытались это сделать, но и оформить свои официальные отношения тоже не могли, так как фон Вакана не был официально разведен, сбросивший его женой. Поэтому его брак с Марией Игнатьевной, как окрестили ее наши соотечественники, оставался только гражданским до самого конца. Такова история этой любительницы тенниса, покинувшей Самару в 19-м году вместе с Альфредом фон Вакана. Они оставались вместе до самой его кончины в 29-м. А Мария Игнатьевна прожила долгую жизнь и скончалась только в 93 года в доме для престарелых. Долгую жизнь судьба отпустила и женщине, лепное изображение головы которой находится над парадным входом в особняк Курлиных. Александра Курлина, Сандра, в девичестве Журавлева, в 17 лет стала женой самарского купца Александра Курлина, по заказу которого и был построен особняк. В этом особняке Курлины прожили около 15 лет. Голова семьи, купец Александр Курлин, умер еще до Октябрьского переворота в 1914 году в возрасте 44 лет. А прекрасная Сандра скончалась только в 1970-х годах в Москве. Жила она там в обыкновенной коммунальной квартире, не имеющей ничего общего с этим дворцом в Самаре. Если же говорить о женщинах, которым было под силу остановить коня, то, пожалуй, вот та красногвардейка могла бы сделать это легко. История, правда, не сохранила ее имени. Любила ли она? Какие ей снились сны? Была ли у нее семья? Скорее всего, этого мы уже не узнаем. Зато о мечтах и сновидениях главного героя этой скульптурной композиции, легендарного Ночдива Чапаева, известно довольно много. Известно, например, что познакомился он со своей будущей женой Пелагеей Медленой в 1908 году, якобы в Самаре, где она, дочь священника, работала на местной кондитерской фабрике. В следующем, в 1909-м, они обвенчались и прожили что-то около шести лет, родив за это время троих детей. Но началась Первая мировая война. Чапаев уехал на фронт, а его жена, наскучив по любви и ласке, ушла с детьми к соседу. В начале 1917-го Чапаев приехал в родные места, узнал об измене жены, забрал детей, а сам сошелся с женой своего погибшего товарища, которую, по иронии судьбы, тоже звали Пелагеей. Однако, и этот союз не был безоблачным. Однажды, вернувшись домой, Чапаев нашел дверь в спальне закрытой. На его просьбы отворить жена не отвечала, а когда рассерженный Ночдив пригрозил выбить дверь, с той стороны раздались выстрелы. Но красный командир не растерялся. Он приказал бойцам обойти дом, высадить окно и была-не была вдарить из пулемета. После этого удовлетворенной местью Чапаев уехал в штаб дивизии. А неверная жена помчалась вслед за ним, дескать, люблю, прости, нечистый попутал. Правда, к Чапаеву ее не пустили. Не надо лишний раз расстраивать командира. Ах, не надо, ну, я вам отомщу. С этими словами Пелагея поехала к белым и выложила им все, что знала о силах красных. Одним словом, страсти кипели еще те, а все они женщины. Женщины, которые вперед со знаменем, на бой кровавый, святой и правый, смело товарищу в ногу, духом окрепнув в борьбе, царство свободы дорогу, грудью проложим себе. Женщины, которые рождены, чтоб сказку сделать былью, мы идем, за нами вся страна, великая советская держава. Много нас, но цель у нас одна, родной страны величия и слава. Женщины, которые рука об руку с мужчинами радовались веселому пению гудка и шли навстречу труду и любви. Не спи, вставай, кудрявая, в цехах звеня страна встает со славою навстречу дня. А встреча этих двух людей хоть и произошла не в Самаре, но, тем не менее, наверное, нельзя сказать, что Самара не имела к этому никакого отношения. Кто знает, не дай Высоцкий в мае 67-го двух концертов в Куйбышеве подошел бы он к той самой мировой кинозвезде, чьи портреты помещали десятки журналов. Кстати, произойдет это всего месяц небольшим спустя, после его возвращения с куйбышевских гастролей. Вот, как рассказала об этом много позже сама Марина Влади. Это был 67-й год. Я приехала в Москву на кинофестиваль. Меня пригласили на репетицию Пугачева, пообещав, что я увижу удивительного исполнителя одной из ролей. После репетиции мы сидели в ресторане, и я ждала этого артиста, чтобы высказать ему свое восхищение. Правда, мне сказали, что у него чудной характер, и он может совсем не прийти. И вот краешком глаза я заметила, что ко мне направляется невысокий, плохо одетый молодой человек. Он подошел, молча взял мою руку, поцеловал ее, сел напротив, и уже не сводил с меня глаз. Его молчание смущало меня, как будто бы мы были давным-давно хорошо знакомы. Он не ел, не пил, молча смотрел на меня и произнес только одну фразу «Наконец-то я встретил вас». Вот эти слова смутили меня. Я ответила дежурными комплиментами, но он меня не слушал, а сказал, что хотел бы уйти отсюда и петь для меня одной. Это был июль 67-го, а в ноябре того же года Владимир Высоцкий снова приехал в Куйбышев и пел для десятков тысяч зрителей со сцены Дворца спорта. Правда, теперь, выходя на нее, он знал, что где-то там в далеком чудесном Париже живет та, которую он любил больше всех на свете. Наверное, я погиб. Глаза закрою, вижу. Наверное, я погиб, рабею, а потом, куда мне до нее? Она уже в Париже. Я вчера узнал, не только в нем одном. А здесь, в Самаре, Куйбышеве, жили другие, не менее чудесные, девушки и женщины, невесты и жены, возлюбленные и матери, хранительницы очага и единственные и неповторимые. Столетие промчалось, и снова, как в тот незапамятный год, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Ей жить бы хотелось иначе, носить драгоценный наряд, а кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова